Бристлбека, во-вторых, она убивает Бруду. И самый логичный пик от IG, это же, естественно, Шторм Спирит. Самый логичный. Самый логичный пик, естественно. Да, конечно. Ну, короче, если сейчас IG будут играть так, как в первом матче, в смысле, ставить, фармить на линиях, то можно сразу писать ГГ и выходить отсюда. Потому что секретов они просто потом не убьют. Это значит, что секреты просто доберут Рубика какого-то, и все, по-моему, игра закончится сразу. Уже на стадии трафта. По мне-то в пик от IG не очень нравится, честно. Да, это или аппарата сейчас какого-то заберут, тоже, в принципе, норм. Потому что там много тонких героев. Себе этот пик. Правда, что фикса... Ну и что, друзья. С минимум восьмым местом, да, и так далее. На самом деле, потому что на стадии... 10 секунд remaining. Ну вот они, составы на ваших экранах. Повторяйся за борьбу. Команда Сикрет. Дума, видимо, не слишком качественный он был. И Джун теперь будет на Квапе играть. Вот так вот. Да, ну там и по линиям вроде более-менее все стандартно будет. Судя по закупам, увидим и Шторма в миде, увидим и на сложный. Дума, и убить им фармящую Квапу. И расклады. Вообще, когда Квапа против Брутмазер, это, в принципе, это неплохо. Да, можно как-то еще за счет своих АОЕшек расправляться. Но проблема в том, что если суппорты будут рядом, то особо-то левел быстро Квапа набирать не будет. То есть, здесь нужно, чтобы суппорты, скажем, не мешали. Ну что, не сможет мешать, потому что он будет уже точно в лесах. Ну вот, сейчас посмотрим, чем будет заниматься. Хотя вот заблаговременно купили и просветку. Тоже готовы к тому, что Квапа будет на сложный. Да и Узай уже готов. Очень интересную позицию занимает. Смотри, какой опасный момент. Внезапно можно накрыть просветкой и убить, на самом деле. Ну, блин, это легко сказать. Внезапно накрыть просветкой. Надо же еще как-то вычислить ее, примерно пойти, где она находится. Ну, туда. А у меня, конечно, это и спинвэп очень большой. Ну, Зай уже поставил центришник. Такой вот интересный. Ну, да, пытается он блочить спауны. В теории у него должно получиться. Но это совсем такой, знаешь, халявный вард. Реально совсем халявный. Хотя на первое время вроде бы пойдет. Там Чуаню хоть как-то помешает. Само начнется. Пока. Артурка будет стоять у нас против Шторм Спирита. А, правда... Ну, и у Феррари реально проблема. Он тут будет очень... Ну, да, то есть надо сразу и хилочку взять какую-то унес, пока только тангусики. Ну, было бы намного хуже, если бы Курьер немножко дальше двинулся. С другой стороны Фессоры, тогда бы еще и без Курьера первая остался. Так еще более-менее. Да, так было бы совсем грустно. Так, ну и вот глядим, чем занимается у нас Зай. Поставил Вичдоктор. Убивать крипов. Правда, пока у него это не особо круто. Ну, все, что нужно за ее, это, конечно, получать просто уровень. Пока не мешали. Набрать себе там левел пятый. Ну, купить себе соло ринг, и дальше он уже будет расправляться с этими и Клопо, и с Вичдоктором, и будет их даже убивать на линии. Все будет хорошо. Ну да, на бурда такая противная. Да ладно, Шторм Спирит в соло против СФ. Причем суппортов не было, никого не было. Ну, что это за грязь? Ну, более того, там даже торнадо от СОВХ было в помощь Шторм Спириту. Ну, там просто два кайла попало СФ, и все. Два кайла и пару ударов с руки. Как Шторм встрял, я не знаю. То есть, тут совсем все очень грустно, и... Ну, как это объяснить. На самом деле, не доиграл просто, не доиграл просто, и все. Или переиграл тут, непонятно. Или переиграл. Сам себя. Потому что, с морали, непонятно вообще. Действительно, это очень странный фраг, когда вот так вот соло СФ убивает Шторм Спирита. ПБ есть ПБ. Ну, в любом случае, у нас ПБ там на легкой линии, ну, как на легкой ли, в лесах спокойно стоит, фармит. Куроки там тоже бегает рядышком на подстраховочке КСФа в случае чего. Ну, и с фона припармит, на форте. Так что, у СФ опять полный порядок по линии. Да, а там, по сути, фармит только одна квопа, и бедняжка Дум. Непонятно, чем заниматься ему. Он тяжело против Бистлбека с сапаком, пока от ним бегает. Ничего даже не скушал, он слез. Хотя, ну, в принципе, должен был уже сместиться в леса быстренько кого-то подъесть. Так, что это такое? А, это иллюзия Дума караулит к опеху. Сейчас, смотри, как очень грамотно сделали секрет, то есть поставили сэндричник в своем же лесу, заблочили вот этот вот спаун, там, где в теории дом мог быстренько сместиться и одного крепочка скушать. И в итоге тут токсик, тут дилемма. Либо стоять на линии, либо отправиться в свои леса и кого-то есть. Ну, да. И ты, и у нее, ты вряд ли что-то нахалявишь еще. Секреты, реально очень грамотно. Ну и, опять же, бруду никто не напрягай. Все же, мы понимаем, что рано или поздно от нее придется... Да, там. Ну, кстати, вот о чем я говорил, что Джун стоит на линии, но ворует у него Экспириенс Си Эйч, поэтому в результате Джуна только третий уровень, только получит четвертый, а у Зайка это время уже четвертый имеет. То есть Джун со своими способностями просто будет не поспевать, для того, чтобы отпушивать. Да, ну и вот мы видим, заплевывает, заплевывает дальше Зай. Продолжает поучить и... Что, будет в леса, наверное, потихоньку как-то пауканов своих отправлять, хотя тут пока еще рано отправлять. Много крепочков стоит на ближайшем спауне. И руна, битва за руну, Куроки забирает. Руна, богат, сладкий. Мог попытаться ищу, друг, и разбить, но попался, и все рубло хорошо. Ну, Куроки на сапог натерпел тем временем. Здесь также у него и Бард. Более-менее. Но Си Эйч пока. Тоже сапог себе покупает, третий уровень. Ну, Каски есть по-прежнему два до ста, но попыток, попыток помешается, а не предпринимается вообще. Так и вот, смотри. Ай-Джи играют так же, как играли до этого. То есть, они пока просто фармят. Ну, хотя, пока еще рано, да, об этом говорить. Все-таки только пятая минута идет, шторма даже шестого левела нет. Но что изменится, когда он у него появится? Придет к нему Вич-Доктор третьего уровня, и что они сделают? Ну, могут поумирать. А, АБСФа с Шейкером, например, вдвоем. То есть, я, честно, немного не догоняю, как ОДЖи собираются здесь, в принципе, играть. Вот С4 просто идет и в соло Дума гонит. Смотри, что нам с ним делать. Заставил поражать Скорчет Эрдс, и все. И пошел дальше фармить. Надо дождется, когда этот Скорчетов закончится, потом можно будет и убивать даже. И опять пойдет, да, его напрягать. А у Дума вариантов не слишком много. Куда ему сваливать? Ну, вот он нашел, кстати, хорошую глипочку нашел. Там, да, там вард просто уже закончился. Попроще будет. Сейчас Транквилы есть уже. Учетыре брони. Порядок. Их апориген хороший тоже. Так, ну вот, возможно, как-то Чуань исправит ситуацию АИГ, как-то поактивничает. Ну, смог у него вроде есть. И УСЕЙЧ тоже готов рядышком с ним стоит. Неплохой зоопарк такой. То есть, тролль имеется. Что, можно гангнуть? Да, вот они прожимают смог. Не под вардом ли это было? Нет, вроде вард отведить не должен был. И вниз. Вот сейчас на Зая попытаются напасть. Очень важный момент. Там Терене на топе, смотри. На лоу пытались напасть. Хотел его Шейкер отрезать фиссуркой, но не получилось. Шейкер, не Шейкер, а Дума убежал в другом направлении. Попытка выйти на бруду. И попала просветка по всем брудятам, кроме основной бруды. И смотри, что делают пауканы. Смотри, что делают эти пауканы. Маны хватает, Зая. И? И маны хватает. Минус Вичдоктор. Вот. Это трипла против бруды, друзья. Добро пожаловать в Dota 2. Ну все, можно сказать, что уже нижняя линия провалилась. Ну тут все линии провалились. Опять посмотри на крипстаты. Четыре героя из пяти находятся в топе у ребят из Secret. Четыре. Ты понимаешь, что это не один, не два, а даже не три. Это реально четыре героя. Четыре, да? Ваш капитан. Но все же это очень много. И вроде мы говорили, что там у IG что-то мог бы получиться какой-то жадный пивк у Сигретов. Вроде типа жадный. И им дают жадничать. Им очень свободно дают жадничать. Бурда стоит себе фармит. Энигма стоит себе фармит. И за это никто никого не наказывает. Сейчас еще и линия начинает напрягать чуть-частоко. То есть Пупей вышел из леса. У него достаточно артефактов для того, чтобы пушить. У него есть левел седьмой, что самое важное. Четвертый, тем не конверсейшн. И вот начинается давление, вынуждая отжись тягиваться на эти линии. Стоять, просто смотреть набор пады. Ну какие ауты есть в этой ситуации? Как покручиваться? Ну какие? Левайт, например. Это отличный аут. Отличный аут во мне. Да, да. Выпадает Пупей. Ну, Ло забирает вообще без проблем. Пупей даже собирался. Я уже видел просто два блэк-пола в его глазах. Он хотел уже к краешкам зацепить Вич-Доктора, чтобы кто-то не ушел. Но ВД очень вовремя одумался и ушел. Так, Шторм теперь всел на Артизе, Феррари. Ну, очень интересный пример был. Артизе его с дабл-дэмэджем встречает. Я объяснил, что так делать нельзя больше. Никогда. Да, да, да. Там Артурка, так угрожающего весьма в направлении Шторм Спирита, отправился. Да, и на топе вот таки внезапно погибает Тум. Там Тавер минус и 3-0 уже Сикрет. Гоняет тут за Ичуани в лесу. Ну, бардак. Да, тут всех все гоняют. Вот в этом проблема. То есть IG выглядит совсем как-то беспомощно. И не видно того, что они имеют план на игру. То есть они просто набрали героев и терпят. То есть Авойс нас не поубивают сейчас всех. Но, друзья, вас всех сейчас поубивают. У меня для вас плохие новости. Тут уже пишут в Твиттере, go next. Go next. Все понятно, да. Тут Джок, кстати, уже тратил просветочку и тоже безрезультатно. Вот, 5000 преимущества на девятой минуте. Это при том, что было сделано всего 3 фрага. Сейчас будут еще фраги сделаны. Артизи приходит с инвизмом. Тут изи вообще. Смотри, смотри, смотри. Да, мы его видели. Папа, нападает на зоя. Хорошо, хорошо. Одного убили, второго тоже можно отцеплять. Вот же он. Камбэкчик-то. Камбэк из реал. И есть 2 фрага. Все очень странно сделали секрет. И пришел Артизи. Но он пришел без реквима, как оказалось. И в итоге просто просветки убили. На самом деле все было очень банально. Пацаны поверили в себя, называется. И пошли вдвоем убивать вражескую команду. Но IG сейчас очень сильно запотели. В том плане, что не захотели никого отдавать. Прикликли все драться. И правильно сделали. Потому что если бы они и сейчас вот так расслабленно сыграли. И просто бы отступили, например. То тут можно было бы действительно оставить крест. Там за секретом еще кто-то бы подтянулся. Они бы запушили вышку. И все. А сейчас более-менее. То есть Феррари расфармленного ВСФ убивает. Там получает фраг. Где-то и Клопа тоже бы участвовал. Так что скидки в какой-то день подняли. Но при этом не забываем, что ИСФО продолжает фармить. Продолжает теперь и Куроки фармить. И Пупей тоже в лесу нам армит на своем экране. Остальные ребята времени зря не теряли. За счетам. Да, сейчас вышку будет забирать. Так, вот одна сетка ПС-4. Станчик. Второй станчик. Хорошо Феррари в лицо бьет. Феррари. Вортех должен быть. Вортех! Для нубососов. Вортех, видимо. Говорит Феррари. Почему он его не дал? Какие у тебя версии? Давай, вот-вот. Потому что не хватило бы мана в этом случае на болтинг. Хороший ман? Calculated. Calculated. Все верно. Ну, у меня просто есть предчувствие, что он бы убил этого Бристалбека. Ну так. Он бы умер сам. Ну, такое, да. Ну, то есть, понимаешь, умер бы сам. Умер бы сам Шторм Спирит с двумя нулями. И умер бы сам Бристалбек с Вангвардом. Это немного равноценные герои. Согласен, согласен. Ну, решил вот так не рисковать лишний раз. А ты прикинь, Вортех взял, еще не убил, еще бы сам погиб. Мы бы тут кричали. Ох, этот Феррари. Там все про... Такой это он и вообще неопытный. Зеленый Феррари вот этот вот. Ну, на самом деле, как там говорится, если ты попробуешь, у тебя есть два варианта. Типа, получится или не получится. Если ты не попробуешь, вариант всего лишь один. Ну да. То есть, и тут примерно так и есть. Смотри, сейчас тут стоит Центряка. Да-да, еле Вортец, что встал неожиданно. И нападают на С4. Вортекс для нубов, говорит там Феррари. Опять же, пошли каски. В одного только С4. Купей идет. Понимаешь, вот Сикреты, они просто авторитетом давят. То есть, идет один Бристалбек. Вот, наконец. Ой, это сматно больно, Соник Бэк. Ну, я к Мегу же от Купея, неплохо. Ну, все, все разбежались. Ой-ой, там мужики. Там мужики-пауки. Да, посмотри. Ой-ой, это просто какой-то фильм ужасов. Нападение пауков? Да, паутины много. Жуки вот такие, на тебя нападают. Это ужас. Такая шмарка. Вообще, весь сам матч для Айджей, да, по-моему, ужас такой. Триллер. Да, да, да. Такой, причем, достаточно серьезный. Такой, с мясом. Рапчатки. Не, ну вообще, пока никого Айджеты не потеряли. Сошли, но при этом они дают разжарно. Пытаются в размену тавер, хотя бы забрать хоть что-то. Но таверам это не отдадут, конечно. Вы же пёртые артизи найти руну, и не второй раз подряд уже забл-демыш. Что это вообще для СРП? Вот это еще 400 монет. А тем временем, Зай спокойно снес тавер. Вот так вот. То же время не зря не терял. Есть уже Oblivion Staff, и будет совсем скоро окет. Да, ну и вот, я опять включаю Нетворсы, и теперь Пупей вот вплотную догнал Квапу, для того, чтобы ее выгнать с четвертой строчки в рейтинге лучших фармил этой игры. И просто заполонить, полностью заполонить этот рейтинг. Ну, там только Шейкер немного отстал, но Шейкера, я думаю, можно простить. Ну да, ну то есть, опять же, Джун нуждается в хороших артефактах. Видим Кси, он купил себе Метас, так же, как и в предыдущей игре Джун этим занимался. То есть, ему нужно время, для того, чтобы армить себе на свой аганим, на такер. Я просто боюсь, что Сикреты сейчас с этим Аегисом, с этим Миказом, опять же, будут собираться вместе, пушить, пушить, давить, и собраться не думал, никому-либо еще просто не дадут. Это было правильно, это было правильно, вот собраться, действительно, и пойти поджать хотя бы. Просто поджать, чтобы ребята еще меньше фармили, потому что тут и так все очень тисно, они уже 7500 летят. И, естественно, укрепить позиции не помешало, там проблемка только с тем, что у СФ еще нет таких серьезных, весомых артефактов, с которыми он бы смог нормально драться. Что Аквила, там, ПТ, Банка, это слабые достижения. Аквила, там, ПТ, Банка, это под атакой. А что, тут, кстати, Сентрик где-то стоял, да, тут Сентряк, и он сейчас наступит на Сентряк. Вот же он, вот же он, сладенький, 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 он сейчас типа байтит, типа байтит, пошла шестерка. О, пей, не дотянулся, моллипается, ай-яй-яй-яй. Ну, так бы, да, еще немножко по Феррари бы настучали. Не факт бы, что убили, но настучали бы по него немного. Как же, поцарапали бы Феррари. Ну да, а в это время смотри, чем занимается Зай. Он уже Чуани по Т2 тавером убивает, кал Саленс, и... Ну, да, фраг. Зай, 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 ползи, ползи. Ты нас врутит. Жирять, жири его. И, ну, почти. Ну, все-таки из-под Дэдсмардам надо было отойти, наверное. Так, а куда там отходить, там, типа, пути назад уже? Ну, в сторону пасть к противнику, потом Джунни спать. Ну, там сетка слетает. Ну, короче, такое, знаешь, и там, и... Хотя, у него и так так сетка не работала, считаю, потому что все равно били. Так, ну смотри, в это время на топе забирают все-таки Т2. Ребята. Так, но это 4 тавера, при этом не потеряли еще ни одного. Запас денег превосходный. Между прочим. Там у Гороки досталось всего лишь 700 монет до покупки дакера. Там все весело будет. И организм покупает себе Юл в очередной раз. Ну, тот самый стандартный Юл. Не, в данной ситуации, возможно, даже в этом есть нечто, потому что на тебя нападает вопа какая-нибудь, там с Орхидом, Шторм прыгает, там ты сразу Юл, и все, и как бы все от тебя отстали. Ну да. Такой, опять, ситуативный артефакт. Можно было и в БКБ сразу выходить, но Тортиз любит через Юл активаться. Да, БКБ на самом деле тут супер офигенный айтем. Очень, очень бы помог. Тут, считай, вырубает всех героев, там, кроме Дума. Больше никто бы ничего не смог сделать. Но Клопа там, может быть, Соник Пейлон поможет. Ну, вот просто Артизий взял, там, забил ногами Сатира, вернее, руками. Ну, а Касочки долетели дальше. И еще минус Т2 в миде. То есть остается только Кир-2 лошечка на нижней линии. Без сопротивления, опять же, драки никаких нету. У нас вообще, ну, таких замесов 5 на 5, полноценных не было ни первой карте, ни второй пока тоже нету. У нас, если есть какие-то фраги, то это у нас Коки, какие-то мини-канги, мини-стычки. Не более того. Кстати, что интересно, и Феррари, и Джунт собираются покупать себе аршиды, вот эти вот. Кто-то другой, вассальненца, по идее, бутят. Многовато, по-моему. Например, то же самое, что он сперед мог что-нибудь другой собрать. Будут хотя бы, там, пытаться, я не знаю, отжимать каких-то сольных героев того же Шейкера, например. Можно пытаться отжимать ту же Бруду, на самом деле. Часто с расветочкой можно отжимать спокойно. Ледник, мычку можно пытаться отжимать. Хорошо, а что делать с Бристлбэком, вопрос? Ну, типа, отожраться на враге, на вот этих слабеньких героях, для того, чтобы потом воевать более-менее с Бристлбэком. Потому что, если они будут все равно одинаково стараться фармить, то Бристл, по идее, их вынесет. Ну, это вот как одна из версий таких мечтательных, которые сейчас команда AG господствует. О, а Хилд, а я так понимаю, они просто убили друг друга. Да. Ну, там, в общем, инициировал в Квапу у нас ССФ, поднял Бьюл, подошел и реквим дал вот эту стандартную комбо-бомбо. Но внезапно оказалось, что рядышком Чен, который готов прожимать Hand of God, и потянулся еще и Штормспирит. Но Штормспирит разорвался с 2-го реквима уже. Так что там... Да нет. Ну, да, бывает. Ну, кстати, Саленс дает эту самую Квапе, вот эта вот мини-стычка. 1-0-2, кстати, Джон играет еще и с положительным КДА. Что хорошо все. Ну, я посмотрю на Нетворс еще раз и понимаю, что все плохо. 13 тысяч разницы уже. У команды, да. У команды все очень хреновато. Даггер уже, кстати, есть только уроки. Левел восьмой, неплохо, так мы с мастерами собирали, даже пораньше немножко. Что там у товарища Луа? Луа даггер купил себе в этот раз. Вот это хорошее решение. Вот чем отличаются Дум от Джуна и Дум от Луа? Луа покупает себе даггер. Да, он первее, чем Аганим решил его приобрести. Да и действительно верное решение, потому что в прошлой игре Аганим не дал ровным счетом ничего, так как нормальный Дум дать все равно нельзя было. А здесь... Да, надеюсь, сбил ДП. Конечно, правда, все равно не то. Ну, постоит здесь Дум, покукует немножко. Опа. О, он сейчас с даггерами будет переходить. Аганим забил вообще. Ну, вроде, попустило немножко. Ну, все же прям отсюда убегает. Ну да, да, типа, у него ТП нет, потому что бы вообще на него наплевать и пойти где-нибудь что-нибудь кушать. Без Дума бы не весело, Айджи. Осталось. Что, Зай с дайгером на бруде такие вообще вещи вытворяет? Вот вроде бы его просветили, вроде на него уже врывается шторм, сейчас все будет ок, там, квопа поддержит. А Зай такой, брум-брум, с дайгера, и все. И шторм как бы прыгнул, такой, эх, нет, бруды, ладно. И все, и... Нормально получилось. Ну, Зай, я... Ну, Ло, там такие майндгеймс, слушай. Ну, я и говорю, он там застрял надолго. Он вылезает, но он очень-очень, скажем, рискует, потому что он, не знаете, находится оппонент. Если посмотреть вот так вот Туман Войны, отключить, видно, что не видит ничего у нас в Думочек. Просто бегай по черному лесам. Так, ну вот сейчас в миде спалились... Нет, еще не спалились, там в Смоке забегают, у меня такие мохнатые тучки. Бегают. И идет атака на Чуаня. Чуаня обрезаю. Очень. Хорошо, и будет заход по нижней линии, судя по всему. А у Дума телепорта нет. Несется на всех парах, там, через даггер, до дома, до хаты. Ну, сейчас хата гореть-то будет, на самом деле. Да, да, она уже начинает потихонечку гореть, и в этом есть проблемка. Так, Клопа прыгнул, сразу же ее... Тайминг, блин, статок, уроки, неплохо. Даже и Феррари, Сахаслэма встречают, тоже на Феррари успеют. Да его просто прогнали. То есть, пусть пойдет там немножко припиниться, пошел байбэк от Клопы, но вышка уже горит. Уже очень сильно горит ТВ Рунка. Глиев. Опять же, много пауканов. Есть Сониквей второго уровня у Джона. То есть он может хорошо ворваться. Ну, кстати, да, вот сюда бы сейчас в эту бригаду залететь не помешало бы. Дума опять боняли. Сдал, скиллся ультимейт, его отрезали просто, отрезали от команды. Ну, Клопа дает Сониквейв в одну только бруду, и этого очень мало. Это действительно недостаточно. Тут сейчас Сигреты чуть-чуть помонсят, подходят, поподходят, и все-таки зайдут на хайграунд. Есть Миканс, кончится Дум на Купее. Сразу еще один Темани Конверсейшн, Идалончики появляются, Табор пушится уже Глифа нет, нету Сониквейва, для Эпик просто опасно мичит. Есть байбэк, конечно, что раз переду и Думу, но толку. Например, от Дума, если уже ультимейт потратил. Штромспирт еще как-то помочь может. Да и то непонятно как. Залетать и вылетать только сюда-сюда. В общем, падает нижняя линия, тут без, опять же, какого-то дикта со стороны IG, они просто это смотрят, влетели на Сиэч. Да нет, тут уже их просто разрывают. Да, да. Нет, нет. Форсировать события тоже не нужно, сейчас на мид-линии уже, ну, потянутся IG, попытаются подраться, поэтому лучше отойти. Опять же, заработали очень много денег, купят себе артефакты. Да, и как-то все очень грустно. Ну вот, вот, совсем действительно печальный матч какой-то получается, но, как по мне, IG просто на стадии драфта совсем все перемудрили. Вот, прям совсем. Если бы вместо этого Шторма, я не знаю, была действительно вот та самая там Легионка, как... было больше пользы, чем от Шторм Спирита, как по мне. Я не говорю о том, что она бы перевернула всю... тащила бы катки, но пользы, скорее всего, от нее было бы больше. Она хотя бы на линии против Брубих Соло бы выстояла. Не надо было бы никакие вот эти суппорты. Суппорты бы пошли, там, своими делами заниматься полезными. Ну да, мы согласны. В жизни какой-то вариант был очень странный. Ну, Шторм Спирит, тут даже если ты берешь Шторм Спирит, окей. А чтобы делать что-то полезное в драке, вот именно в такой, тебе нужно БКБ. То есть, чтобы тебя не трогали, чтобы тебя не станили и так далее. Хотя бы. Чтобы ты его там покусил, да. А ты покупаешь Аблевиан Став, Уокит собираешь второй, когда он же у папы есть, ну, не знаю, это очень странно. Ой, на тебя я снова дома. Нитя, Реквием, Полифайс. Да, до свидания. Олмич, Олмич, говорит нам Диктор. И реально Олмич. 20 тысяч голды, 13 тысяч опыта. Из такого камбейки делать не то, чтобы тяжело. Ну смотри, что делают на Зайту. Почти нереально. Да, там вот уже на базе, на базе уже просто врываются, начинают убивать людей. Там вон, через бага залетела, буквально подача от СФа, и он там чуть не разорвался на куски. Ну то, что покупает Артизи, это уже наглость. Он укупился, Шадоу Плей. Да, на самом деле, чё? Ну, ходит, гоняет людей. Ой, какие гасточки, ты посмотри. Да, Сфар можно же цеплять куроки, пытается отхилить, умирает куроки, а дальше, там уже проблема. И Купей уже гонит людей, пошел Блэкбел, попадает Дуич Доктору, Дуич Доктору, Наверну, а здесь уже сносится Миддл. Вот, крипы опытные, крипы все правильно. Люд, эти пацаны скопировались с крипами, неправильно, но тем не менее, это правильно. И все, слега. Первая карта закончилась 3х3, выложила за 23. Но игры были очень похожи. Вот, прямо очень похожи. С разницей только в сторонах, каких пушили. Так, на самом деле, грустно, грустно за IG. Видно, что ребята просто не знают, что с этим делать. Вот, какие-то непонятные пики, непонятные лейнинги, ну, действия именно на линиях. Немного непонятные. Но, опять же, это все исходит от пиков. Вот это...